Ой, нам дорогу на пляж поливать, потому что жара. Вообще сейчас грядку перерас вижу. Смотрите, какая чистая прозрачная водичка. После разрушения Каховской дамбы, туристы, конечно, переживают за состояние воды в Черном море. Да и немало находится тех, кто нагнетает ситуацию до сих пор. В этом плане про какие-то зеленые воды пишут. Видео в интернете смотрела. Нет, не болгары. Наоборот, официальные лица Болгарии, Румынии неоднократно уже делали заявление о том, что у берегов этих стран воды совершенно чистые. Вот, смотрите, действительно чистая прозрачная. Теплая вода, температура где-то 25 градусов сейчас. Болгары говорят, хладная-то водичка-то. А вот там бабочки возрастные стоят и говорят, что много нервей и много воли требуется, чтобы войти в эту водичку. По мне так она прекрасная, чудесная вода. Просто я бы из нее не вылезала бы из этой водички. Но, к сожалению, надо, потому что на берегу такое пепло, что там уже невозможно находиться. Дальше-то будет еще хуже, потому что надо вылезать и скорее уходить в тень. Вон там наши вещи лежат. Одно из преимуществ нашего пляжа Аспаруховского в том, что можно спокойно вот так оставить свои вещи и уйти в море. Ничего не пропадет. Главное, чтобы ветер не унес. У нас там и телефоны лежат, и деньги, потому что с пляжа, как правило, идем в магазин. Сейчас зайдем в Лидл. Сегодня у нас идет греческая неделя. Ну вот, поэтому все греческое. Сейчас что-нибудь посмотрим. Может, интересное для себя найдем. Йогурт в греческие стили. Сколько там? Четыре штучки по 125 грамм, да? Четыре лева. Вот такое масло мы уже взяли. Честно говоря, мне не очень оно по вкусу как-то. Теперь еще и бурата безлоктопная. Вот этот вот. Вот этот цвет мне больше нравится. Тут еще какие красно-черные. Удобство это в первую очередь. Сейчас о руке мне надо беспокоиться о своей. Заботиться, вернее. Пообедали дома. Кое-какие дела поделали. А сейчас вот жара спала. Едем в город. Варну. Из своего Аспарухова. Искусство позволяет нам расслабиться. Насладиться красотой и гармонией. А еще воспринять мир и себя с другой стороны. А еще, ну, людей посмотреть. И себя показать. Со знакомыми встретиться. А еще, ну, людей посмотреть. В Варне есть несколько небольших частных галерей. Там такая милая камерная обстановка. И каждый месяц новые выставки. В каждой галерее. Соприкосновение с искусством возможно хоть каждую неделю. Было бы желание и силы. Там пляж городской. Здесь уже парк морской. Наверху музей военно-морской. В общем, все морское. Но самое-то главное, что все оно как-то прям вот близко рядом. И от галереи буквально можно за 20 минут не спеша дойти по парку до летнего театра. Мы, конечно, сделаем остановку. Время у нас есть. И лавчик, благо здесь много. Ужин без ресторана сегодня. Типа пикничка. Что с собой взяли? В общем, напротив Коперника. Вот так вот с Коперником посидим, покушаем. А тут еще и ежик вышел по своим делам ежиковым. Сидим, жуем, на ежика смотрим. Ты, Боже мой. Хотела угостить малышку Айраном. Он деловито так понюхал и отказался. Смелый. Смельчак. Ледний театр Варны находится прямо в морском парке. Театр под открытым небом. Здесь сегодня проходит галоконцерт. Закрытие фолк-фестиваля. Уточняю. Потому что меня в комментариях постоянно спрашивают. А что это? Бесплатно? Бесплатно. Или как пишут в информации о мероприятиях болгары. Вход свободен. Продолжался этот фестиваль 4 дня. Начиналось все с феерического дефиле участников по улицам Варны. Турция. Ой, как интересно. Марокко в этот раз. Малышка там. Македония. Македония. Грузия. О, это грузия с баяном. И потом каждый вечер выступление. Три дня можно было наслаждаться народными танцами. И в этот раз мы даже познакомились с африканским искусством. Ансамбль из Марокко приезжал. Актуальненько. Африка рулит и рулит. Поскольку в комментариях очень настойчиво у меня интересовались, а почему это болгары не приглашают россиян на свои фестивали, отвечу вам вот как. Болгары рады были бы встретить кого угодно. Они настолько дружелюбные и толерантные ко всем национальностям и странам. Ответ нужно искать с другой стороны. Последний раз болгары с восторгом буквально принимали народные коллективы из Брянска и Башкирии. Было это в 2018 году. И вот именно тогда руководители этих ансамблей мне сказали, что вряд ли они смогут приехать сюда для участия в следующем году, хотя фестиваль им очень понравился. Сказали, что не очень-то поощряется это руководством. На сцене участники фестиваля выстраиваются на торжественную церемонию закрытия. А ведущий говорит о том, что этот фестиваль открыл наши сердца для красоты и любви. Невозможно постичь всю красоту мира, пока смотришь на него только собственными глазами. Нужно еще и увидеть его глазами своих друзей. Вы чего не старались? Здравствуйте! Здрасьте! Здрасьте! А вот и встреча с друзьями после разлуки. С Ваней и его женой Юлиане, которую он привез из Индонезии, мы познакомились несколько лет назад именно на этом фольклорном фестивале. Как молодая жизнь! Как у молодых людей. Как у молодых людей, вы правы. Ой, смотри, как там. Давай, вот. Все бросились с ними фотографироваться. Как мы доставим.